Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, депутата Рижской Думы, заместителя руководителя фракции согласия в Рижской Думе, Михаил Каменецкий, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, те, кто следят за новостями, наверное, в общих чертах курсе той политической ситуации, которая сложилась в Рижской Думе, но, тем не менее, я бы вас попросил прокомментировать, и, может быть, те слова, которые произнес мэр Риги Олег Буров, вчера, по-моему, если не ошибаюсь, он сказал, или даже, может быть, позавчера, он сказал, что, ну, вот на шантаж мы ни в коем случае не пойдем, имея в виду то заявление или тот призыв фракции согласия к мэру Риги все-таки собрать неочередное заседание и освободить Вадима Баранника от поста вице-мэра. Это я это вкратце буквально обрисовал, может быть, с этого начнем. Поясните, что вообще, какова ситуация сейчас? Давайте начнем. Ситуация действительно непростая, ситуация нервная, и вот эта вот нервность ситуации проявляется в каких-то заявлениях. Ну, давайте все по порядку. Вот я слушал заявление господина Бараника о том, что он удивлен, что Сасканев вдруг потребовало его снятия. Ну, на мой взгляд, есть, конечно, должен быть какой-то предел цинизму, потому что мы потеряли веру в господина Бараника, и он полностью лишился навсегда нашего доверия, ни вчера, ни позавчера. Имеется в виду фракции, партии согласия. Да, именно так. А в тот самый момент, когда он был исключен и из фракции, и из партии Сасканя. Вот тогда он потерял наше доверие, потерял его безвозвратно, и мы об этом сразу говорили, и, наверное, вы помните, и в вашей студии мы неоднократно это повторяли. Наши партнеры по коалиции посчитали, что есть вероятность того, что можно некую хромую, прямо скажем, конструкцию сделать работоспособной. Конструкция заключалась в том, что у нас есть коалиционный договор с партией «Честь служить Риги», а у них, в свою очередь, есть договор о сотрудничестве с вот этой вот партией независимых депутатов, которая была исключена из партии «Согласия». Исключена, они сами, они были исключены. Ну, требования момента были таковы, что да, нам все говорили, ну давайте попробуем, ну что, нам все равно, нам надо, лучше, чем сейчас разбегаться, нужно попытаться что-то сделать и попытаться все-таки то, что вы обещали своим избирателям довести до конца. Да, будем работать. Ну, недавно мы узнали, что господин Буров сделал заявление, что сотрудничество с фракцией независимых депутатов невозможно. Ну, мы это знали, мы его предупреждали, но в тот момент, когда господин Буров это понял и об этом заявил, мы приняли решение действовать. Вообще, конечно, по-хорошему, когда председатель Думы делает такое заявление, следующее его заявление, он имеет на это право, было бы созвать неочередную Думу с решением этого вопроса. Господин Буров посчитал, что, наверное, лучше это сделать нашими руками. Не проблема. Мы готовы отвечать за те решения, в которых убеждены, и готовы их продвигать. То есть наша фракция в присутствии председателя партии Яниса Урбановича, председателя правления партии Яниса Урбановича, приняла решение. Приняла решение, суть которого сводится к тому, чтобы сместить господина Баранника с постов зам. председателя, зам. председателя Рижской Думы и членом правления свободного порта. Фракция честь служит Риге на наш призыв собрать подписи не отреагировала оперативно и заявила, как вы уже, Абик, и озвучили, что они не младший брат, поддаваться на шантаж и ультиматумы они не готовы. И вот сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Я хочу зачитать часть этого обращения. Это официальное заявление фракции согласия. Да, официальное заявление фракции. Фактурную часть, то есть описание ситуации, в целом, я не буду зачитывать, потому что это очевидно. Я зачитаю ту часть, которая, наверное, вызвала вот такие чувства у наших коллег, у наших партийных, так сказать, партнеров из партии честь служит Риге. И я, как филолог дипломированный, провел анализ лингвистический этого текста. И признаков шантажа в тексте не обнаружили. Ни шантажа, ни ультиматума я не нашел. Я обращаюсь к нашим слушателям. Если кто-то сможет в том, что я сейчас прочитаю, найти элементы шантажа или ультиматума, пожалуйста, напишите мне. Я полностью распишусь в собственном, так сказать, профессиональном бессилии. Итак, читаю. Мы уведомляем. Вы смотрите, как грозная вообще фраза начинается. Мы уведомляем своих партнеров из честь служит Риге о своей однозначной поддержке вашего представителя Олега Бурова и призываем совместными усилиями незамедлительно отозвать с должности представителей фракции независимых депутатов Бараника с должности вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта, а также Алексея Ростыкова с должности главы Комитета городского развития Рижской думы. Мы предлагаем незамедлительно, тоже грозно, начать переговоры с другими депутатами, избранными в Рижскую думу, чтобы обеспечить поддержку председателю Рижской думы, а также гарантировать полноценную и стабильную работу Рижской думы. В свою очередь, если обеспечить поддержку председателя Рижской думы Олегу Бурову без голосов фракции независимых депутатов не получится, то мы призываем как наших партнеров из чести службы Рижской думы, так и всех остальных депутатов Рижской думы незамедлительно обратиться в Министерство окружающей среды и регионального развития, а также в САИМ, чтобы принять законопроект о распуске Рижской думы и проведении внеочередных выборов. То есть вы готовы на вариант и распуска думы? Да, конечно, мы готовы. Это содержательная часть. Но здесь разговор о другом. И вот скажите мне, пожалуйста, а зачем поднимать вот эти вот истеричные крики, что мы не младший брат, нас шантажом не напугают? Мне кажется, вот это письмо – это образец политкорректного, уважительного отношения к своим партнерам. Наверное, лучше сказать нельзя было бы. Вот я сейчас задам вопрос, вот как будто я ничего не знаю в политике, я простой рядовой рижанин. Вот я это услышал, да, и вот рижанин, наверное, вправе спросить каждого депутата Рижской думы, неважно позиция, оппозиция, в том числе, наверное, вас, что вы знаете, ну, коалиция – это такая сложная конструкция, но вы расскажите, почему вы не можете дальше вот работать? Ну, может быть, в нескольких словах. Ну, еще раз, абсолютно невозможно работать с людьми, которым ты просто не доверяешь, ты им не веришь. И мы не верим в то, что та позиция, которую пытается эта четверка реализовать, направлена во благо рижан. Посмотрите эти заявления. Мы делаем все, а все остальные не делают ничего. Мы спасаем Ригу от всех невозможных трудностей. Господа, ну, вас избрали от партии Согласия. Вам не нравится Согласия? Ну, пожалуйста, сделайте свою партию. Купите там альтернативу у Мирского или новую Сасканю у Журавлева, да. Да, общайтесь с избирателями, приходите и спасайте Ригу и страну. Но мы вам не верим. Ну, и как можно работать с людьми, которые не разделяют твои убеждения, которые не готовы реализовать твою программу, которые как только... Ну, давайте уж говорить откровенно, как только замаячила вообще возможность того, что Ушаков перестанет быть председателем Думы, до этого они шелковые были. Но в тот момент, когда они поняли, что да, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас это все произойдет, они решили, надо переделывать. Надо переделывать все конструкции, надо брать власть. Берите власть, ребята. Кто же против? Берите. Но, понимаете, это тот же вопрос, это вопрос по Мирскому, вопрос по Мамыкину. Это все старые, как жизнь, песни, да. Мамыкин избрался в Европарламент только потому, что он был членом Саскани. Он пошел в Европарламент от себя, от Русского Союза Латвии. Где Мамыкин? Нет Мамыкина. Мирский, та же песня, где Мирский? Ну, если вам не нравится согласие, ну, выйдите вы из согласия, создавайте свою структуру, но не надо претендовать на то, что вы там способны что-то сделать сами по себе. Вы сначала сделайте. И здесь, конечно, я не скрываю, здесь, конечно, есть определенная вина, в том числе и Нила. В свое время не увидевшего вот в этом молодом, так сказать, перспективном господине Росликове, то, что он на самом деле себя представляет. А за ним шлейф тянулся еще тогда, когда он был кандидатом в депутаты от Саскани. Ну, это жизнь, и никого за это, так сказать, критиковать мы, может быть, и не имеем права. Да, ну, чтобы действительно в прошлое не вдаваться, вот предположим, а я думаю, что, скорее всего, дело дойдет до внеочередного заседания Ильичской думы в ближайшей перспективе. Что будет дальше? Буквально за час до того, как выпустите наш эфир, у нас был депутат Европарламента, лидер партии ЧСУ Житриги, Андрис Америкс, который сказал, что, знаете, ну, при всех нюансах математика – это упрямая вещь. Если минус 4, то это 28 голосов, но нужно минимум 31, чтобы иметь большинство в Ильичской думе. Тут, что называется, к гадалке не ходи. Вот, допустим, состоится внеочередное заседание, будет собрано достаточное количество голосов или кворум, чтобы снять бараника с поста вице-мэра и члена порта. Что дальше? Как обеспечить большинство для принятия решений? Бюджет города впереди. Ну, давайте все-таки тогда в приоритетах разберемся. Да, давайте. Давайте разберемся в приоритетах. Очень хорошо иметь 31 голос, еще лучше иметь 35, как у нас. Может быть, лучше еще и 40, да. Да, до последнего времени было, и у нас и 38, всякие бывали времена. Но дело в том, что наша позиция сегодня заключается в оценке реальности того, что мы обещали избирателям сделать. И нашей возможности реализовать эти обещания. Но сегодня, ведь у нас сегодня интересная очень ситуация политическая создается, да. Последнее и последнее время вот эти вот, вся пропагандистская машина государства работала для того, чтобы демонизировать Рижскую думу как таковую, ну, правящую коалицию. И согласие в частности, да. Согласие в частности, ее лидеры Ушакова в особой частности. И вы знаете, сейчас такая ситуация... Определенных успехов они достигли в этом. Да, определенных. Но вы понимаете, сейчас эта волна спадает. На фоне вот этого абсолютно безобразного принятия бюджета, на фоне этих скандалов, которые сегодня происходят, на фоне тех грядущих скандалов, оказывается, сейчас вот есть опасения, что Рижская дума вообще отойдет на второй план и не будет вот этих, так сказать, постоянных наездов. Потому что будет чем журналистам заниматься. Есть более серьезные в стране вещи. Я не собираюсь, так сказать, обелять все, что было в Думе. Есть и недостатки, есть и нарушения, все это есть. Но, понимаете, это все в сравнении познается. Теперь, что касается будущего. Ну, у нас на фракции, на расширенной, где были представители правления партии, то есть это абсолютно политически выверенное и серьезное заявление, наша позиция следующая. Первая Рижская дума, которую мы готовы посетить, почтить своим присутствием, это Рижская дума, где первым вопросом будет вопрос об отставке бараника с поста вице-мэра. Ни при каких условиях депутаты от Саскани больше в зал заседания, при иных условиях в зал заседания Рижской думы больше не войдут. Мы готовы к досрочным выборам. Мы готовы и понимаем, что лучше сейчас будет, если нам не удастся. Как вы говорите, 28 это не 31, мы это тоже прекрасно понимаем. Но есть варианты сотрудничества с оппозицией, есть варианты сотрудничества с независимыми депутатами, но не из этой четверки. Фракции для Риги, да. Фракции для Риги, да. Это все есть, мы это все оцениваем, и глупо было бы это не оценивать и не рассматривать. Но, но, сегодня разговор идет о другом. Почему некие силы пытаются вот эти решения, скажем, о сборе подписи затянуть? Да потому что просто есть определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы этот вопрос о росписке возник тогда, когда будет поздно уже по закону до 15. Надо напомнить нашим радиосуществам закону. Если САМ принимает решение о роспуске Рижской думы менее чем за 15 месяцев до очередных выборов, то назначается администратор из министерства, а именно приходит губернатор и управляет всем. Но остаются все структуры, все структуры Рижской исполнительной власти и остаются. И, видимо, кому-то это очень интересно. Вот у меня лично создается такое впечатление. Я не готов сейчас ни по фамилиям говорить, только по ощущениям. Но исключить нельзя, да? Нельзя исключить. И мы неоднократно об этом говорили с мэром. И я хочу верить в то, что нас мэр услышал. Что если мы распускаемся, то это надо делать быстро. Об этом мы написали. А нас вместо того, что мы высказали свою позицию, мы сильные. Нас 17 человек в Рижской думе. Без нас вообще ничего происходить не может. Это реалии, это понятно. А вот это признак слабости. И если нас сегодня за то, что мы сильные, нас сегодня упрекают за то, что мы готовы высказать свое мнение, готовы настаивать на своих решениях, это некорректно. Это неправильно. И я надеюсь, что это будет изменено. Ведь понимаете, что за ситуация? Вот Олег Буров, мэр города Риги. У него есть, несомненно, свои достоинства, у него есть свои недостатки. Тоже несомненно. И задача Олега как личности, это за время своего руководства Рижской думой, вот эти недостатки количественно уменьшить, а достоинства приумножить. Он должен поменяться. Он должен поменяться. Олег работал всю жизнь в коллективах, где взаимоотношения строились по принципу начальника и подчиненного. В думе нет. Он был то начальником, то подчиненным, то подчиненным, то начальником. Он других отношений в своей жизни не знал. Но надо понять, что депутаты не являются подчиненными мэра. Не являются. И с депутатами нужно и разговаривать, и вести себя иначе. У них такой же голос, да, как и у мэра? У них такой же голос, как и у мэра, да? Абсолютно так. Мэр – это первый среди равных. Первый среди равных, если мы эту римскую историю будем вспоминать. И я очень хочу верить, что Олег… Но вы готовы дальше работать под его началом, так я понимаю, исходя из этого заявления, которое вы зачитали? Да, мы готовы. Мы готовы, но не при любых условиях. Мы еще раз, я еще раз хочу сказать, что мы верим в то, что Олег поменяется. Олег осознает, осознает, где он был неправ. Олег поймет, каким образом надо строить отношения с партнерами по коалиции. А то сегодня вот такой некий есть перекос, да? Очень хочется общаться с оппозицией, очень хочется покритиковать своих партнеров за то, что они, так сказать, недостаточно, как кому-то кажется, интегрированы, вплетены в политическую жизнь. Опасная игра. Это опасная история. Но мы хотим верить, что это… И поэтому, несмотря ни на что, мы написали, что безоговорочно его поддерживаем. Сегодня нет другого варианта. Сегодня другого варианта нет. Михаил Каменецкий у нас в студии, заместитель и представитель руководителя фракции «Согласие» в Рижской Думе. Буквально пару минут на рекламу, потом будем принимать ваши звонки. Не переключайтесь. Михаил Каменецкий у нас в студии, депутат Рижской Думы. 6212-939, телефон прямого эфира 6213-939. Я вижу, что у нас есть звонки. Будем их принимать. Одевайте, пожалуйста, на наушники. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Ну, ваш гость говорит, что познается в сравнении, да. Вот я тоже сравниваю, какая принципиальная позиция по поводу человека, которому не верят, Вадим Баранинку, да, и какая принципиальная позиция согласия, допустим, всеми по поводу русского языка, да, штрафов за русский язык. Вот у меня вопрос такой. Скажите, я, кстати, не согласен, что вы такие сильные после неочередных или очередных выборов будете, да, будет меньше 17 человек. Скажите, а кто, с кем вы в коалиции будете работать? Или в оппозиции как сейми, да, такие принципиальные будете? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Значит, да, мы сильные и будем еще сильнее. Я вам еще раз повторю свою позицию, что да, вот эта вот вся мощная кампания демонизации, дискредитации всего того, что делала Рижская дума, она свои результаты, конечно, принесла. Да, мы такие принципиальные, говорите вы с иронией. Да, конечно, с иронией можно сейчас говорить о всех политиках, в том числе о согласии. Времена непростые, времена тяжелые, но давайте тогда продолжим дальше, давайте тогда возьмем ту тональность, которую принимают некоторые наши средства массовой информации, что в Риге настолько все плохо, она в руинах, она как после бомбежки, что проехать нельзя, пройти невозможно, старики голодают. Апокалипсис. Апокалипсис полный, да, но это нормальная история. Если бы вы свой вопрос о принципиальности и свою иронию закончили бы предложением каким-то, может, вы видите, как, помните, как Ленин сказал, есть такая партия, вы проголосуете за тех, кто лучше. Не вопрос. Но только посмотрите, как-то уже третий созыв нам люди доверяют и за нас голосуют не за обещания, а за дела. За обещания голосуют один раз. И мы сейчас видим, что происходит с теми, кто обещал 3 по 500 и все остальное. Зарплаты медикам. По закону и все остальное мы посмотрим. За нас голосуют. Да, что-то мы делаем нехорошо, что-то мы делаем неправильно. Куча ошибок. Вообще огромное количество ошибок. А как вы хотели иначе? А вообще, вообще партия, которая третий созыв у власти в столице. Это невиданная история. Развалилось бы уже много римских империй за это время. Но я вашу иронию и принимаю, и понимаю. Но единственное, что могу сказать. Да, наверное, кто-то мог бы сделать лучше нас. Пускай он идет в политику. Но мы, по крайней мере, то, что обещали, мы выполним и выполняем. И сегодня, как бы там, какие бы там мнения не были, я вам могу сказать, если мы будем у власти, то никаких изменений в социальной политике, ни в области транспорта, ни в области обеспечения, скажем, питанием школьников не будет. Это так просто, вы думаете? Нет, это непросто. Это непросто. Мы могли бы как-то повибрировать и на более такие, скажем, вещи, которые приносят более быстрые дивиденды направить эти средства. Нет. Мы знаем, что надо. Мы, по крайней мере, мы общаемся с рижанами. Мы с ними вместе. А так, ну, правильно, вот я тоже слушал Росликова, что только мы выполняем те обещания, которые давала Сасканя. Только мы. Мы. Два года в политике человек находится, да, вот он пришел, он уже все выполнил. Он уже, вот понимаете, он уже Францию вместе с кардиналом спас. А все остальные, ну что вы? Поэтому тяжелая эта работа, непростая ситуация, да, и критику принимают. Я понимаю, и иронию понимаю, сам люблю поподкалывать. Но призываю вас, есть у вас кто-то лучше, голосуйте. Вот мы сейчас, большая вероятность того, что будет внеочередное выборы, большая вероятность. Идите, голосуйте, посмотрим, кто же, кто же, не будет у нас так много народа, а кто будет вместо нас, за кого вы голосовать пойдете. Вы позвоните еще раз, скажите, пускай это будет реклама. Я пока не понимаю, да, я пока не понимаю, кто же нас таких плохих заменит и станет лучше. Давайте надеяться. Да. Вот интересная вчера была ситуация в Сейме, вы упоминали о 3 по 500 и так далее. Вчера была такая сюрреалистическая картина, что те депутаты Сейма, например, от новой консервативной партии, да, которые еще год с небольшим были депутатами Рижской думы в оппозиции, они обвиняли вас в том числе и согласия, что вы там нарушаете демократию, сокращаете время дебатов. Но вчера, когда правящая коалиция этими же голосами, этих же вчерашних рижских оппозиционеров сократила время дебатов до одной минуты, я когда это услышал, я еще раз просмотрел это решение, думал, ну, может быть, я как-то к концу недели что-то у меня со слухом. Минута дебата. Но это по существу можно назвать, не знаю, имя, фамилию, передать привет родственникам, на этом дебаты по бюджету закончились. Это если родственников немного? Да. Вы знаете, есть семьи, где родственников много. Минуты не хватит, да. Абик, но вот это то, что происходит сейчас, вот понимаете, вот меня действительно вот отчасти, может, и задело вот этот вот вопрос нашего слушателя, его утверждение, да, вот понимаете, что там происходит? Действительно, нас обвиняли не в том, что мы демократию нарушаем, мы ее убиваем. Мы агенты Московии. Только в Москве возможно такое вот. А что мы предложили? Мы предложили сократить время задавания вопросов до 10 минут на каждого депутата и до 20 минут по бюджету? 60 депутатов. Ну, боже мой, неужели, сколько тебе? Ну, так они ходили на трибуну, читали с отверстного там, чтобы потянуть время, чтобы не принимать решения. И сейчас они же приняли это решение по минуте. Нас, к сожалению, Абик, и вас, и меня, и нашу партию, и очень многое, большое количество людей, которые не в мейнстриме этим политическим, держат за идиотов. Считают, что нам, с нами можно все. И с врачами можно все. И с учителями. С учителями можно все. Вы понимаете, что эти люди выходят на трибуну сами и говорят, наш приоритет – это медицинное образование. А в Рижской думе одни воры. И в Рижской думе по улицам не проехать. Ну, в Пеболге же совсем другое дело. Ну, что вы. А в Латвии у нас дороги чудесные. А в Огре мэр не сидит за коррупцию. Он не сидит. У него две статьи по коррупции. Он продолжает руководить городом. А виновата, конечно, Рижская дума. Естественно. Как же еще? Но когда люди поймут, мы-то ближе к вам, господа и товарищи. Мы ближе к вам. Нас легче бить. Да бейте, мы выдержим. Но поймите, что нас-то держат всех. И вас, и нас. Держат за болванов. Хватит уже. Надо понимать. Идите, голосуйте за тех, кто изменит ситуацию. Но нет уже у вас таких. Вам прекрасно здесь посидеть, покритиковать тех людей, которые делают, хотят что-то сделать. И которые из последних сил. Да, мы недостаточно, понимаете, мы недостаточно агрессивны. Мы недостаточно боремся. Знаете, в своих, так сказать, в своих рамках мы делаем все, что можно. И нас очень-очень боятся за то, что мы можем без агрессии и без какой-то... Из лишней вспыльчивости и горячности проводить свою работу. Как в Сейме, так и в Думе. Но в Сейме мы делаем одну работу. Это работа очень серьезная. Работа в оппозиции. И наши депутаты в оппозиции, в Сейме, портят кровь вот этим вот горлопанам. Которые говорят одно, когда им выгодно. И противоположное, когда им опять выгодно. В Риге-то мы власть. И поэтому нужно очень осторожно. Почему я и говорю, что нужно... И мэр наш иногда, вот его иногда заносит. Он начинает нелицеприятно о своих партнерах по коалиции говорить. Мы будем отвечать. Еще один звонок успеем принять. Добрый вечер. Добрый вечер. Коротенько на реплике вашего гостя. Значит, Ушаков сбежал в Брюссель. Урбанович здесь, в эфире этого радио. Сказал, что он не борец. Так вот, я вам объясню, почему за вас никто голосовать не будет. Единственное оправдание вашего существования в партии, согласия, в этой стране, это была надежда на то, что вы защитите русских и русское образование. Вы этого и не сделали. То, что вы там топчетесь на месте, значение не имеет. Запомните это. Только результат. В результате мы имеем отсутствие русского образования всех уровней. Подчеркиваю, всех уровней вы все провалили. Вашего оправдания на ваше ощущение в оппозиции, если вы на какие-то поправочки вносите, которые никто не принимает, никому не интересно. Спасибо большое. Очень хорошее. Очень хорошее. Да, это очень такое, ну, типичное, типичное высказывание. Знаете, я даже как-то вот впечатлился. Если идите в политику, сделайте все как надо. Почему нет? Но когда вы говорите о том, что ничего не сделано, ничего не происходит, извините, но у нас есть процесс и в Конституционном суде, и в Европейском Союзе. Это будет рассматриваться, эта вся история с русским образованием. Надо за это бороться. А то, что вы говорите, за вас никто... Ну, понятное дело, мы уже 10 лет слышим, что завтра за нас никто голосовать не будет. Ушаков убежал. Куда Ушаков убежал? Да если бы не Ушаков, русские бы совсем в другом статусе были в этой стране. Не пользовались бы таким уважением, которое еще осталось к нам. Куда он убежал? Против него работала вся государственная машина. Пропагандистская. Нельзя было пройти в Рижской думе от камер, которые в лицо тебе светили. Некие корреспонденты там себя считали чуть ли не агентами, работниками КНАБа. Со своими удостоверениями корреспондент, пытаясь там чуть ли не в туалеты забегать за депутатами. Идите, сделайте лучше. Что вы критикуете здесь? Вот те вещи, которые всем видно, которые за одну секунду не делаются. Но мы работаем. А что бы было без нас? Вы подумали об этом? Вам не надо. Вам не надо об этом думать. Вам надо безапелляционно, категорически заявить. Вот это, ну я не знаю, может быть сегодня ваш звездный час. Я вас поздравляю. Добрый вечер. Еще один звонок. Слушаем вас. Так. Ну, может быть, еще одна попытка. Да. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, ну, нет связи. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Вы слышите сейчас? Да, слушаем вас. Да, пожалуйста. Да, добрый вечер еще раз. Ну, вы знаете, вот, что касается согласия, да? Я уже давно за вас не голосую, да? Потому что вы продали все, да? Вы согласились на оккупацию, на все, все, все. Все, что только можно было. То есть подстроились, как нужно было подстроиться под латышскую эту коалицию, да? И поэтому вам все время живось нормально и в Думе, и везде, да? Поэтому, но я считаю тоже, что Ушаков, он просто сбежал с корабля, да? И, конечно, были глупые люди, которые за него голосовали и дали ему вот он доверие в Европарламенте. Что он там сделает? Ничего абсолютно, поверьте мне. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, спасибо вам за вашу информированность, спасибо вам за вашу убежденность. Но я вам хочу сказать, что есть огромное количество людей, которые ваше мнение не разделяют. Если вам неизвестно, я вам такой пример приведу. За Ушакова последние выборы в Режскую Думу проголосовало 100 тысяч человек лично за него. И за выборы в Европарламент, где активность всегда традиционно значительная ниже, 70 тысяч человек. Таких показателей нет ни одного политика в Латвии не было никогда. Никогда за всю историю существования этого государства. Поэтому вы имеете право на свое мнение, вы голосуете или не голосуете. Но я бы вас все-таки попросил подумать о том, что ваше мнение – это ваше мнение, это один голос. Для вас он очень значимый, он и для нас важен, для всех. Но это ваше мнение. И еще раз хочу сказать, что если вы кого-то знаете, кто в состоянии вас защитить лучше, чем мы, голосуйте за него. Но пока история примеров не знает. То есть если вы не вплетены, не интегрированы в политическую систему, вас вообще не видят и не слышат. А когда нас ругают правящие, с одной стороны, сильно ругают, бьют сильно, пытаются уничтожить. И с другой стороны, наши же люди, которые недостаточно, так сказать, удовлетворены тем, что мы делаем. Мы, наверное, понимаем, что многие вещи мы делаем правильно. Потому что если бы нас… Я бы очень расстроился, услышав вас, если бы я не слышал, как же нас клянут те, которые представляют сейчас власть в этой стране, правящие партии сами. Как они нас ненавидят? Вы бы только знали. Значительно больше, чем… Значительно больше эмоциональнее, чем вы. Спасибо. – 6 на 12, 9, 3 деятели во время эфира. Все-таки, поскольку время эфира тобой стремительно подходит к концу, вот раз уже заговорили о согласии, Конгресс недавно был. Как вы дальше видите, какова будет ситуация партии, как вы будете, не знаю, меняться, не меняться? Ведь разные мнения звучали на Конгрессе. Кто-то, кстати, тоже призывал быть в согласии более агрессивным, более жестким в отстаивании своих принципов. – Да, ну, понимаете, что значит «свои принципы»? Наши принципы в нашем названии. И я представляю ту часть партии, которая настаивала всегда на том, что слова «социал-демократическая партия СДП» пишутся маленькими буквами, а «согласие» пишется большой буквами. Потому что «согласие» – это суть наша. Да, социал-демократические принципы нам важны. Мы понимаем, что таким образом нужно и можно реализовывать политику в Латвии. Но самое главное для нас, для жителей этой страны – это согласие. Это поиск, это поиск согласия. И мне крайне не нравится, когда противопоставляют интересы русских и нерусских жителей Латвии. Вот вы не защищаете русских. Вы понимаете, сейчас сегодня социальные вопросы, они в значительной степени быстрее заменяют вопросы этнические. И давайте мы все-таки подумаем о том, что к доктору вы приходите, вы не выбираете его по фамилии, латышский или не латышский. Не должны вы так. А если вы это делаете, то я вам… я сожалею просто о вас. Это глупо. Вы идете к специалисту, вы идете к доктору, вы идете к человеку, который в состоянии вам помочь. Ну и не надо, хватит уже. Есть партии, которые говорят, да, вот что касается нашего будущего, у нас партия для нормальных людей. Мы на этом стояли и стоять будем. Для тех людей, которые хотят нормально жить, которые хотят жить не в унижении, но понимают, понимают, что жизнь – это дорога с двусторонним движением. Вот и все. Нужно это понимать. Еще один звонок, наверное, успеем принять, но последний совсем мало времени. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, Константин. Еще раз. Если вашему гостю непонятна связь социальных и этнических вопросов, то у меня тогда вопрос к нему, что он делает в политике. Объясняю связь, чтобы было понятно. Лишенные 250 тысяч голосов неграждане могли добавить вам 25 человек в парламенте, которые бы решали социальные вопросы. Первый. Второе. 92% государственного управления отсутствуют русскоязычные люди для конкуренции с теми правящими, которые сейчас принимают решения. Если бы была квотированная система его представлений в зависимости от плотности населения, то дышащие им в спину конкуренты заставляли бы их 8 раз подумать о принимаемых решениях, в том числе о медиках и социалке. Спасибо большое. Кто против этого? Понял я ваш вопрос. Вы знаете, отметаю претензии к себе, потому что совсем недавно написал статью. Она была в газете «Вести». Еженедельник, да? Да, в еженедельнике «Вести». Статья была о том, что орденский капитул Латвии, чудесная институция, которая возглавляет Сармит Эйлорта, присвоили ордена трех звезд 32 достойным, без сомнения, наверное, достойным людям, но только у двух из них не было латышских фамилий. И, так сказать, высказал я это свое мнение резко и в адрес в том числе и президента, который, как мы знаем, вот эту вот преамбулу чудесную придумал. Я вот только не могу понять одного, вы так все хорошо знаете, почему вы еще не президент, почему вы еще не министр, почему вы не председатель партии. Вот я этого понять не могу. Вы все правильно говорите. Вот я под каждым вашим словом подпишусь. Ну, так вы тогда, может быть, выйдите к людям и повторите это и сделайте что-нибудь. Потому что говорить красиво, ну, это моя профессия, к сожалению. Но мы хотим не только говорить красиво. Мы хотим делать, и мы делаем. И мы боремся. А то, что ситуация такая, как она есть, ну, так вы дайте тогда решение. Я очень-очень, понимаете, верю в то, что у нас огромный дефицит умных, грамотных людей, которые могут перевернуть мир. Дайте им рычаг только. Что, у вас рычага нету? Ну, так вперед. Так, рычага пока нет, к сожалению. Михаил Каменецкий у нас был в студии. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .